Обследование лифтового хозяйства, как и других инженерных коммуникаций, началось сразу же, как только дом по адресу улица Искра, 66, дровь 2, был взят под контроль управляющей компанией Сочи Теплоэнерго. И тут-то специалисты компании стали выявлять проблемы, причем достаточно серьезные. Проблема та, что вот троса начали расслабиваться, все, они кусочками падают, выпадают просто. В чем опасность? Ну, в чем опасность, оборвется и упадет лифт. Лифт, может, не упадет, противовес упадет. Все равно, это уже лучше менять. Получается, что лифты работали в аварийном режиме. Их дальнейшая эксплуатация была недопустима. И та фирма, которая обслуживала лифты, на контакт не шла. Мы им сделали запросы о техническом состоянии лифтов, к сожалению, не получили. Мы как бы с ними расторгали договор и с 1 января заключили ООО «Идеаллифт», который с нами вплотную работает. И уже с их специалистами нами было проведено обследование, где конкретно мы выявили опасность дальнейшего обслуживания лифтов. Специалисты сочинской компании «Идеаллифт» по договору с новой управляющей компанией «Сочи Теплоэнерго» со знанием дела включились в процесс. Даже привлекли к техническому осмотру краевых экспертов. Был заключен договор с компанией «Экспертлифт». Это краснодарская компания, которая занимается именно подтверждением соответствия лифта в техническому регламенту. И по результатам осмотра было принято решение об остановке этого оборудования с последующей заменой тросов и запуском лифтов в нормальную работу. Сейчас закупаются новые тросы. Речь идет уже об установке качественного оборудования, которое необходимо будет правильно эксплуатировать. Жильцы дома до сих пор недоумевают, как прежняя фирма могла брать средства за обслуживание лифтов, фактически их не обслуживая. Лифт стоял неделями. Перерасчетов никаких мы не видели. Все обращения были бесполезны. И вот управляющая компания «Сочи Теплоэнерго» на дом зашла 1 декабря. И вот уже сейчас, в феврале, проведено освидетельствование лифтов и выявлена вот эта вот неисправность, расслоение канатов. То есть эта неисправность вообще жизненно опасна для всех жителей. Мы знаем случаи, которые в Москве происходили трагически. И в общем, очень благодарна управляющей компании. Многие жильцы многоэтажек, причем в разных районах города, зная, насколько тщательно работают специалисты управляющей компании «Сочи Теплоэнерго», обращаются с просьбой взять их дома в управление. К слову, сейчас на обслуживании в муниципальной компании находятся 82 дома. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады, телефон диспетчерской всегда в рабочем режиме. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.